Всем привет дорогие друзья, давно мы с вами не виделись, в общем на этой неделе мы ничего не снимали, сегодня мы идем в театр, поэтому приглашаем вас вместе с нами и зашли в кафешку, где Айхан кушает эскиндер дебаб, ну а я пью чай, поэтому оставайтесь с нами, покажу вам как проходят театральные представления в Алании. Перед театром мы зашли в новое место, которое называется Ходданер, сейчас я вам покажу цены, здесь есть наш любимый тавук дюрюм, стоит 8 лир, в общем вы видите с курицей 8 лир, с мясом от 11 лир, вот так вот здесь это все выглядит и вот так вот подают посетителям. Есть тут также баклава, всякие сладости, в общем открытая кухня, можно заказать и смотреть как это все готовят, а это директор. Здрасте. Почему вы это делаете? Почему мы это делаем? У нас нет специальных проблем. Мы хотим это делать. Сколько лет вы делаете? Сколько лет мы делаем? 28 лет. 28 лет. 28 лет. Что сейчас делаете? Сейчас я делаю тирея. Сколько лет мы делаем тирея. И там есть помидоры. Да, помидоры. Очень интересно. Хорошо, спасибо. Здесь сидит Айхан. Скоро ему принесут его еду. Мне принесли чай. Но интервью выглядит вот так вот. Кстати, очень мне здесь понравилось. Достаточно уютно. Так что приходите. Айхана принесли его. Искандер кебаб. Насел дизельм Айхана. Вкусно? Вкусно. В общем, те кто не знает. Вот это самое любимое блюдо Айхана. Искандер кебаб. С йогуртом, мясом. Внизу есть лаваш. И всякие разные овощи. И еще, кстати, едят. Это все дело вот с таким вот остреньким перчиком. Ну, а у меня чай. Я буду пить чай. Сегодня, кстати, 3 февраля. На улице уже очень тепло. И мы опаздываем в театр. Едем на мопеде. Дипломы? Ага. Джекман? Да, нормально. Мы уже в культурном центре. Здесь, кстати, очень много народу сегодня. Ну, суббота вечер. Здесь на входе есть все представления, которые можно посмотреть. Ну, давайте пойдем в зал уже. Сейчас я вам покажу, какое представление мы сегодня будем смотреть. Сегодня мы смотрим вот это вот представление. Кстати, ходили еще вот на это. Арханвели очень-очень классная. Поэтому всем советую. Ну, а культурный центр выглядит вот так вот. На входе касса можно купить здесь билеты. И небольшой магазин, кафе. И есть представления, которые можно посмотреть по этой лестнице. Все поднимаются назад. Мне кажется, сегодня будет аншлаг. Еще здесь есть вот такой вот ящик, куда можно складывать книги, которые вы хотите отдать. И они уйдут в библиотеку местную. Вот так вот выглядит здесь буфет. Можно купить чай и всякие снеки. Ну, понимаете, это местный Аланиски. Давайте сейчас вам покажу, как выглядит зрительный зал. Билет на спектакль, кстати, стоит 7,5 лир. Но это местная Аланиска трупа, поэтому так дешево. На приезжие спектакли билет стоит дороже. Например, будет мюзикл «Собор Парижской Богоматери». И билет стоит на него 60 лир. Сейчас покажу, как выглядит зал. Зрительный зал выглядит вот таким вот образом. После спектакля мы еще сходим за кулисы. Как я уже говорила, в других видео зал обновили. Мест достаточно много. И наверху еще есть балкон. Вот так вот выглядит балкон. Не очень большой. Ну, а вид на сцену с балкона. Я здесь еще ни разу не смотрела спектакль. Я думаю, что отсюда смотреть тоже очень интересно. Напишите обязательно в комментариях, где вы любите смотреть спектакли. Например, на первом ряду, на балконе или в самом конце зрительного зала. Например, я всегда люблю смотреть на первом ряду. Но сегодня мы пришли поздно, поэтому на первом ряду нам мест не хватает. В культурном центре Алань есть еще один зал. Там проходят тоже различные спектакли организуют. Ну, и как я раньше говорила, здесь проходят различные выставки, спектакли. Приезжают музыклы, различные театральные представления из Стамбула. И также здесь, в культурном центре Аланьи, проводят очень много разных курсов. Игре на гитаре, сценической речи, есть местная труппа. Ну, в общем, много всего интересного. Если вам будет интересно, обязательно приходите сюда. Если вы живете в Аланье и остаетесь на долгое время, обязательно приходите и узнавайте. Ну, а сейчас начинается второй акт. Играет музыкла. А сейчас продолжается второй акт. Играет музыкла. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот про эти фигурки шла речь в спектакле. Но сейчас, пока я вам показываю сцену, я жду Айхана. Пройдем за сцену, посмотрим, как это все устроено изнутри. И вот такой небольшой интерьер здесь. В общем, спектакль закончился. Нам не разрешили взять интервью. Нужно спрашивать у режиссера, брать у него разрешение на то, чтобы делать интервью с актерами. Поэтому сейчас спектакль закончился. Кстати, расскажу вам, в чем была суть спектакля. Суть спектакля была в том, что мама опекает сына, который хочет избавиться от ее опеки. И мать также старается выдать замуж дочь. Брат пригласил своего друга. Друг не имел понятия, что есть сестра, которую хотят выдать замуж. В общем, сказала, что у него есть другая невеста. В общем, все расстроились и мирно разошлись. Ну, мы тоже уходим. Едем пить кофе. Сейчас едем по торговым рядам в Аланье. Посмотрите, как все это выглядит зимой. Все закрыто. 10 часов вечера, все закрыто. Ну, а летом здесь, конечно, кипит жизнь, туристы, продавцы. А сейчас никого нет. Только открыты отдельные кафе и рестораны. И все. Ну, а что в центре Аланьи? Народ сидит в кафешках. Греется на улице, кстати, очень тепло. Градусов 15, наверное. Кафе все заполнены. Ну, а мы идем сюда. Мерова! Я уже здесь давно не была. Сейчас мы возьмем тирамису и вкусный кофе. Сколько у нас стоит тирамису? 8,75. Смотрите, какие пироженки здесь вкусненькие. Мы взяли с Айханом тирамису, чай. Какой-то торт. В общем, все это вот, вся эта вкуснятина 25 лир. Айхан, да не? У нас вот гуляйма бупаста. Гуляйма? Но сейчас я тоже буду пробовать тогда. Вот такой вот здесь уютный интерьерчик. Ну, а мы уходим. Айхан уже поднялся. Так вот прошел наш субботний вечер, друзья. Февраль в Аланье. Но очень тепло. У нас спектакль? Театр. Нормальный. Нормальный спектакль, в общем. Но... Приехал дядечка. Блин, ну вот это только в Турции реально, возможно. Приехал. Не выключил свой... Забыл телефон. Ну, в общем, подождем, пока он едет. Не важно, что здесь сидят. Люди стоят. Пофиг. Будем шуметь. Так, нашел телефон. Так, подождем его. Ну, давай, уезжай. Спасибо. В общем, вот так вот и живем, друзья. Приезжают, оставляют. В общем, что хотят, то и делают. Ну, и, конечно же, вы приезжайте в Аланье. Скоро лето. Ну, а на сегодня... Мопеды, вот, кстати, эти шумят ужасно. Но на сегодня всем пока-пока. Пишите комментарии. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok